Каждый год с наступлением весны видновчане ждут начала игр мотобольной команды «Металлург». Первый матч на домашнем поле прошел 13 мая. Видновские спортсмены принимали у себя команду «Кировец» из станицы Полтавская Краснодарского края. О начале сезона и о первых победах рассказывает Елена Бабина. Традиционно в первой домашней игре подводятся итоги прошлого спортивного сезона. Поэтому перед началом матча видновским мотоболистам вручили золотые медали Чемпионата России 2013 года. Немного отстали от старших товарищей юниора. В прошедшем сезоне они стали серебряными призерами первенства России. Но начался Новый год и новый этап развития команды. С этого года было принято решение финансирования спортивного клуба «Металлург» перенести с районного обеспечения на бюджет городского поселения «Видное». Для большого круга людей, для жителей, да и для всего населения, не совсем важны и главное, как финансируется команда чемпион. Народу важно, чтобы была команда, чтобы она была экипирована, чтобы у них была возможность тренироваться и давать результат. А результат уже есть. С 6 по 11 мая в Коврове проходили соревнования на Кубок России. И «Металлург» 22-й раз стал обладателем этого почетного трофея. Есть одна достойная команда появилась, Ставропольский край, город Ипатова. Мы их одолели 3-1. Все получилось, задумки тренеров выполнили. Привезли этот Кубок России в наш любимый город «Видное». В этом году список команд российского мотобола расширился. Приятно то, что, во-первых, команда опять увеличилась. Впервые чеченская команда заявилась в Чечне. Когда был Советский Союз, они играли в высшей лиге. Команда «Минограды» была неплохая, но там у них стадион неплохой. А вот после развала в Советском Союзе впервые в этом году заявилась команда «Дай Мок». Новшества коснулись и сам клуб «Металлург». С этого года в нем появился юный, но перспективный спортсмен Роман Дицина. Ранее он играл за команду Краснодарского края, но всегда мечтал оказаться в видновской команде профессионалов. Хоть пока и во втором составе. Команда очень хорошая. Мне нравится заниматься в этой команде. Это самая сильная команда, что существует. Мне предложили, я сразу же не отказался, сразу приехал. Сезон 2013 года был для игрока команды Геннадия Мыца не совсем удачным. Он получил травму и даже пропустил главное мотобольное первенство чемпионата Европы. Сейчас Гена на 100% восстановился и вместе со своими коллегами по команде готовится дать реванш и отвоевать европейское золото. Чемпионат Европы, как всегда, конечно, будет сложный, тем более у себя дома. Надо реабилитироваться, занимать первое место. Поэтому до августа месяца еще время есть, будем готовиться. Но для того, чтобы достичь пика высшей спортивной формы и вновь завоевать золото старого света, мотоболисты доказывают свое мастерство в российском чемпионате. Игра с кировцем закончилась разгромным счетом 12-1. И не последнюю роль в этом сыграла поддержка болельщиков, которых, если сказать честно, в последнее время все меньше и меньше. Как вот раньше было приятно, на Металлург ходили. Полный стадион, местов не было, на заборах сидели. Вот когда приезжал Коврово, особенно там, не знаю, там Мелеста, было всем, весь город шел. Приезжали, там, я не знаю, с других районов. На ушко шептали, мотобол, мотобол, чтобы пусто были. Следующая игра состоится на стадионе Металлург 21 мая, 18.00. Матч обещает быть интересным. В гостях видным будет Кущевская комета. Елена Бабина, Евгений Садовский, Наталья Буслаева. Видное ТВ.